Ну, теперь давайте так. Вспоминаем, в каком окружении находится манжурский абрикос, которого опыляли. Рядом манжур, амур, манитоба, самые ближние. Королевский и Орлевский. Остальные пошли подальше. В общем, можно утверждать, что пап несколько. И получилось так, что все равно должно как-то укладываться между этими двумя. Вот. Если взять вот эти схемы, да. Ну, никак не получается. Ну, никак. Получается как? Я пришел к такому выводу, что в жестких, жесточайших условиях мы имеем большой разброс то, что наука называет, правильно называет, расщеплением свойств. Ну, тогда законам что-то никак не подчиняется. Вот. Я однажды выявил такой постулат. В местах, где, в тех регионах, где деревья борются за свое выживание, существование, законы Менделя не действуют. Это вот тут три закона, да. Пожалуйста. А, кстати, есть второй закон Менделя или закон расщепления. Ага. Ну, видите, не так уж много вариантов. Вот. В моем случае вариантов гораздо больше. Вот. Помните, как этот самый удав говорил, когда я его померил слон, а потом померил попугай его длиной, он сказал, о попугаях-то я гораздо длиннее. Так вот, в Сибири-то вариантов гораздо больше. Эти ж фотографии-то я не придумал. Как и те огромные. А теперь давайте свяжем те фотографии с огромными плодами. Вот эти, которые уже претендуют, если они... Все начиналось, смножиться, которые когда-то же дикие, это ерус, правильно? Вот. А теперь вот эти вот, некрупные, но уже я их считаю полукультурными. Так. Полукультурными я их считаю. Вот. Но уже... Часть из них съедобно, как кисло-сладкие. Часть. Некоторые, их не больше, у меня двух. Чисто-сладкие. И несколько, которые с трудом едят, но соки, компоты, варенье вкуснейшие. Их тоже можно назвать полукультурными. Как их связать с теми культурными, которые у меня... Вы видели в начале фильма, а тут я мерком пролиснул. Вот эти. Какая между ними связь? А вот какая. Дело в том, что... Добавил... А, кстати, сюда нам нужно с вами добавить еще... Телегонию. Ой, куда ж я уеду? У меня есть фотографии, да? Фотографии. Ой, какие у меня есть фотографии. Так. Ага. Все-таки, хоть и фильм сильно длинный, уже 9 из 10 его отключили. Найду я вам сейчас эти фотографии. Вот. Для этого я немножко отключусь. Извините, друзья, что я понял со стороны. Фактор телегонии, прямых половых связей, которые меняют характеристики плодов на соседнем дереве, даже без зачатия. Или зачатия, но и последующего сбрасывания неполноценных плодов. Все равно, каким-то образом, когда дело доходит до все-таки плодоношения, происходят вот такие чудеса. Растет в себе, никому не мешает. Лукашевка моя, вернее так, Лукашевка по ту сторону забора у соседа. Плоды чисто зеленые, без малейших признаков красоты. В трех метрах с моей стороны забора растет нарядная Ефимова и плодоносит. Результат на лицо. Я это называю небрачное, неполноценное, но нет полноценное. Почему? Полноценное. Небрачное половые связи. Вот это настолько замазывает картину, что слов нет. Вот. Только руками разводить. А теперь, ну это я уклонился в сторону. Это то, что замазывает картину так, что законных Менделяй уже можно не вспоминать. Ну давайте посмотрим, все-таки, что такое укрупнение плодов. Вот. Попробовал я подойти к этому. Как бы это сказать-то так. Как бы это сказать. Как бы это сказать. Все-таки. Так. Где-то у меня тут было. Страница, которая называлась укрупнение плодов. В общем так. Не буду. Время идет. Вы устали. В общем, везде, где я натыкался. Та же, как в законах Менделяя натыкался на горох. И не более того. А это самое. Везде, где я пытался про укрупнение плодов, находились почему-то только томаты. Так. А вы знаете, как примитивно? Помните, там есть такие специальные качества? В Садосе можно было бы назвать это обрезкой. То есть, а здесь это называется... О, Боже. Вы же лучше меня этот термин знаете-то. Вот когда в усипывании побегов второго, 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 как бы второй волны плодоношения. Опозорился, не помню. Возраст, возраст, возраст. Но, что касается серьезных вещей, вот это уже не проходит. Мы знаем, что... Да, огромный урожай. Совсем мелкие плоды, средний урожай крупнее. Когда небольшой урожай, плоды очень крупные. Как сохранить эту крупность? Во! Вот это проблема. Вы видели, что многие фотографии мои, мне их сотни, когда предельно крупные плоды, даже при большой урожайности. Вот. Как это сделать? Ведь не зря получается так, что... Чем все... Возьмите Сибирь. Да, Сибирьки. Да, размер ногтей. Самое чувство. У нас их море. Ну, почему Сибирьки? Почему даже этих... Иногда встречаются в лесах, ну, куда деваться? Птицы разносят. Вот. Ранетки, они такие одичавшие, одичавшие. У меня... Они есть в этом каталоге. Ну-ка, я быстренько сейчас найду. Каталог, каталог, каталог. Каталог, каталог. Так, архив. Сейчас я постараюсь быстро найти каталог. Каталог для печати, каталог семян. Вот он. И вот здесь вот, у меня в каталоге, в самом конце, для тех, кто хочет иметь крупнейшие плоды, я ведь вас подгоняю, не зря в эту самую, так сказать, загоняю в ловушку. Да, выйти за плашки, но не просто выйти за плашки, а как бы сказать, это самое, так, извлечь из-за этого максимальную пользу. Так, вишня. Вот интересно посмотреть, да? Вишню Жуковскую я увеличил. На дереве, которое бы наросло там, на Украине. Я хотел ей присвоить уже своё наименование. Вишня дед, дедовского сада. Привёз. Вот она же. Только... Как бы уже пошло расщепление. Это причём при прививках. Вот видите? Вот. Вот один фотография, вторая и третья. Казалось бы, ничего общего, правильно? Меняется с годами. Какой тут Мендель, когда удержать невозможно эти свойства? Но я ищу пока Сибирку. Это то, что я вам предлагаю, чтобы у вас такое было. Вот дикую сурийскую предлагаю. Вот она. Лукашевка. А, вот, кстати. Вот я вам показал фотографию, да? Вот она, Лукашевка. Не обманул? Видели, какая она? Ничего, какой красоты в помине нет. Вот. А потом пришла пора. Вот. Сварок. Ранетка. Ага. И так, значит, вы видите, вот эта Сибирка, верхний снимок. Окультуренная Сибирка. Так. А вот она, одичавшая Ранетка. Вот как она попала в тайгу. Это уже наоборот, процесс обратный. С культурных садов. Вот такой получился разброс. Почему я вам это говорю? Теперь представим себе, что здесь, в этой, как бы сказать, назовем ее оккультуренной, как хотите. Тут между ними специальной разницы нет. Окультуренной Сибирка. Вот, видите, оккультуренная Сибирка и одичавшая Ранетка. Вот. Высочайшая совместимость с культурнейшими яблоками. А вот эти культурнейшие яблоки, ну, это опять надо искать. Вы видели, там, вспоминайте опять начало фильма. Не просто крупные, а огромные. Вот. Как это могло случиться? Очень просто. Всегда, когда мы, когда дерево предчувствует гибель, а прививка, вот я уже, как бы, подхожу к концу. Дерево предчувствует гибель, а прививка, она ведь, нет, все-таки я найду пару яблок. А, почему яблок? Может быть, абрикос? Ой, ладно. Как же быть-то? До того растекся мыслью по древу. Вот. Сейчас, чуть назад. В каталоге тоже много прекрасных фотографий. Причем предельной, предельной крупности. Я и такие продаю, не брезговые, и эти самые. И на подвое, скромненькие. Вопрос теперь о взаимоотношении подвое и привое. Важнейший вопрос. Где мне тут это? Это скромные абрикосы. А вот не скромные абрикосы. Не скромные, не скромные. Такие, вот такие. Вот такие, вот такие. Вот. Поняли, да? В общем, получается так, что наша задача, и об этом не упоминается никто и никогда. Заключается, я про крупность плодов, в том, чтобы привой не контактировал с подвоем как агрессор. Вы знаете, есть такое понятие лейкоцита, это в основном применяется при изучении организма человека, да? Я еще называю термином антигены, то есть взяли выпривой, он прижился кое-как. Кое-как, да? Он смотришь, дал даже большое урожай, а плоды мелкие. Ага, обманули, не тубеточку прислали. Нет, все не так. Он просто не собирается долго жить. Почему? Не полная биологическая совместимость. Если, допустим, подвоем 50 градусов мороза-мороза стойкость, у привоя 30, мы надеемся хотя бы на содружество, чтобы привой выдержал не только 30 градусов мороза, даже 40 градусов мороза. И так, что... Вот то, что вы видите, это так и получается. Вот, но дело в том, кстати, вот эндоскобилов, который знает, что это... Его не обманешь и знает, что я, ну, нахожусь в тех самых рамках, говорю правду. И вот при 20 градусах вдруг замерзла. А накануне дала большое урожай. А что говорят? Ой, елки-палки, раз большое урожай дала, она оторвалась, она может умереть и действительно умерла. Вот. А почему дала большое урожай? Потому что неполная биологическая совместимость. А вы найдите где-то в публикациях понятие биологическая несовместимость, биологическая совместимость, неполная биологическая совместимость. Мне приходится чуть ли не с нуля начинать. Вот это все. Почему? Потому что несколько поколений. Так. Одно понятие, наслоение ментора по железу, насыщение ментора по мичурину И смешанный сад. Вот это всё растёт в смешанном саду. Вот мы и подошли к истине. Значит, надо, чтобы соседние деревья вложили сюда свою лепту. А это и прекрасная краска, и опыление пыльцой соседнего культурнейшего дерева, которое само по себе даёт прекрасные плоды. И вот мы достигаем совершенства. Какого? Самое последнее, самое важное. Существует генотип, так его называем. Существует фенотип. Фенотип мы говорим про конкретное дерево, про конкретный организм растения. Генотип – это широкое понятие. И вот этот генотип означает какую-то определённую жёсткость, жёсткую конструкцию. Мы разводим руками, говорят, вот генотип такой, а фенотип – он отклонение уже, вот как бы, даже индивидуален. Индивидуальность какая-то проявляется. Да, индивидуальность. Но откуда она взялась, ребята? Она взялась из миллионной летней давности. А за эти миллионные лет давности, хотя я отрицаю, что всё было помечурино, деревья попали, культурные деревья. Вот. Культурные животные. Многие… То есть не так. Ой, нет, я боюсь. А вдруг вы меня за сумасшедшего сочтёте. Короче, так. Это я прошу стереть, эту фразу. Культурные деревья пережили миллионный лет адаптации, умирания, развития, просыпания, восстановления. И всё это откладывалось в генные памяти. Нет в ДНК единой жёсткой конструкции. Там существуют наборы генов на все случаи жизни. Вы знаете, что если однажды мы окажемся в воде, жизнь приобретёт другую окраску, там, в Северном потопе и прочее? Вот. Нет. Не через тысячи поколений постепенно начнут расти у нас перепонки между пальцами и зачатки жабр. А за несколько поколений. И эта группа генов, которая отвечает за наше выживание в случае, она обязательно проявит себя. Вот. В другом случае, ледниковый период, как бы мы не кутались в искусственные тряпки, шерсть вырастет быстро, у вас ещё шерсти не будет, а ваши дети очнутся, проснувшиеся, они уже будут это самое. Ещё в детстве начинают шерстью обрастать. Заметьте, я сказал, не волосами, а шерстью. Всё это настолько серьёзно, вот. Но в это вы можете не верить, так. А вы поверьте, хотя бы, я специально отключаю тему спора с, это самое, с Дарвином, специально, чтобы мы близко не крутили. Но что касается растений, тут однозначно попадает при благоприятном условии, проявляет в крайней степени крупность плодов, качество плодов, сладость плодов, яркая краска плодов. Вот. Попадает в жёсткий климат, большая часть погибает, меньшая часть приобретает свойства уже полудиких. Я это не называю одичанием, я называю это приспособлением. Но это мы всё о семенных растениях, о чём упоминал-то, споря со мной мой оппонент. О семенных. А если мы берём, внимание, истинно-истинно, если мы берём, добиваемся стопроцентной, стопроцентной, на привитом дереве, биологической совместимости подвоя, полу-культурного, полудикого или просто дикого, с, кстати, он немножко тоже оккультуруется, это просто взаимный. Это как, я уже говорил в каком-то фильме, это как диффузия металла. Здесь та же самая диффузия, вот этот самый, обреза, то есть шов сварной, или как его назвать-то, где сращен подвой с приводом. Самая настоящая диффузия металла. А здесь, так образно, туда проходят гены культурного, сюда гены дикого. И вот когда наступает полная стопроцентная биологическая совместимость, прекрасно устроившись на подвоях, полудиких, полу-культурных, привой возрождает своё лучшее качество, как бы оказавшись уже в Италии, в Испании, в Египте. Поняли? Вот это основа снов. Значит, ещё раз, наслоение ментора по железу, вот, насыщение ментора по Мичурину, стопроцентная совместимость, и тогда вы будете иметь такой сад, как у меня. Субтитры создавал DimaTorzok